Всем привет! Вы на канале Аннабелли и ее растения. Сегодня 23 мая 2020 год. И я стою рядышком со своими дуболистными гортензиями. Вот так вот они распустились. И уже у меня есть радость. У меня скорее всего будет около 7 соцветий на этом кустике. В этом году получилось сохранить верхушечные почки. Вот как я укрывала. Помните, можно посмотреть по предыдущим видео осенним. И что еще хочу сказать. Одна веточка усохла. Вот такая вот ветка сухая, разветвленная. Она видимо не вызрела. И как я и говорила, из 5 кустиков сохранились только 3. Аж голос пропал. Так, еще 2. Вот такие небольшие. Конечно, на них верхушечные почки не получилось сохранить. Ну, что имеем, то имеем. И вот сейчас древовидные гортензии вот так вот. Мне нравится, как они выглядят. Они у меня с севера закрыты. Сейчас у нас вечер. Закат ложится. Солнышко ложится. Лучи солнца ложатся на древовидные гортензии. Очень красиво. Ярко. Ну, вот так вот интересно получается. Да, хочется, чтобы здесь было в 2 ряда гортензии. Вот примерно вот по такому типу. Так. Вот такая красота. Хосты уже пораспускались. Очень красивые. Сизые. А вот здесь вот у меня мама занималась красотой. И рассадила еще хост. И теперь у нас море хост. Ну, и, конечно, цвел наш пион. И древовидные пионы. Вот этот пион у нас зеленый. Вот такой. Вот такой зеленый пиончик. Тяжело. Тяжело он отходит. Ну, я имею ввиду, цветет тяжело. Но еще молодые кустики. Они же пока разрастутся. Только потом уже показывают всю красоту. А это желтенький. И еще вот один старенький древовидный пион. Такой вот малинового цвета. В этом, этой весной я сделала ему обрезку. Поэтому он такой пышненький получился. Листья более пышные. Да, вот такие крупные. И перехожу на клематисы. Что с моими клематисами? У меня здесь очень сильно, как труба дует с востока. Вот это с полствующей ветра, да? Ну, я вижу, Жозефина отошла, но слабенько. Что планирую сделать? Это, скорее всего, буду ставить такую ширму, чтобы... Ну, вот именно на зиму. Чтобы останавливать и холодный восточный ветер. Чтобы он не вымораживал мне клематисы. Потому что вот некоторые клематисы просто сидят. Может, что-то, конечно, и будет. Но они тяжело отходят. Здесь же моей мамой было рассажено хосты пестролистные. Хотя тут, конечно, очень сильно солнце светит. И будет такое вот яркое. И тут тоже вот клематисы. Клематисы, клематисы. Вот так вот отошел у меня японский клён. Он очень интересный. Очень интересный. Второй клён загнулся. Он всю одну зиму обмерзал. А эту уже зиму даже бесснежную он не выдержал. И начинают зацветать рода дендроны. Вот листопадные рода дендроны. И вечно зелёные рода дендроны. Отсюда был принесён куст новозембла. А здесь ещё хочу показать. У меня здесь зацветёт. Вот такие вот бутоны огромные. Это кайзер. Вот такие вот они, бутоны огромные у кайзера. Очень красивый кустик. Здесь Мария Складовская Кюри. Тоже вот начинает закладывать бутоны. Потом Тэмптэйшн. Такой голубенький, красивый. Вот такой вот. И, конечно же, вот этот интересный мелкий рода дендрон. Он достаточно устойчивый. Фу-фу-фу. И здесь тоже пестролистные хосты. А ещё хотела показать свою новую хосту. Вот такое чудо купила. Этой весной отошла только одна розеточка. Ну, просто красивейшие. Да, вот маленькие ещё, да. Но уже видно сорта. Ну, вот такие вот интересные хосточки. Пестролистные. Так, здесь у меня, ой, бедные кальмии. Ой, какой ужас. Так, здесь тоже рода дендроны. Они маленькие, они не зацветают. Они не зацветают. Вот тоже ещё один рода дендрон начал расти. Сейчас их обильно-обильно поливаю, поливаю, ещё раз поливаю и удобряю. Вот немножко вот этот хлорозит. Но я стараюсь, стараюсь, конечно, его отлить укоренителем. Вот ещё один листопадный рода дендрон. Как-то в этом году затянулось. У нас весна такая тяжёлая. И вот такие результаты. Это тоже новенький рода дендрон. А вот это вот нова зенбла. Вот это ужас, ужас после зимы. И что конкретно я сделала? Я убрала того места и пересадила сюда. И как-то вот кусочек спасла, наверное, всё-таки костика. Но плачевное, плачевное такое состояние. Очень плохо отходит. Это бесснежная зима ещё хуже, чем когда есть снег. А здесь у меня зацвела солидарность. А ещё какой-то сорт. Я даже и не помню, что это за сорт такой вот интересный. Такой бархатистый, красивый. Но здесь, кстати, очень хорошо клематисы пошли. Так, идём дальше. Идём дальше. Вот такая огромная хоста у меня здесь. Одна и вторая хоста. Тоже клематисы все в бутонах. Все они обрезаны коротко. Примерно от 20 до 30 сантиметров только высотой. Так, здесь у меня карликовые метельчатые кортензии. Некоторые кустики очень тяжело отходят. Очень тяжело отходят. Даже страшно на них смотреть без боли. Вот там ещё один клематис зацвёл. Очень интересный такой. Бело-розовенький. Красивый, конечно. Так, это Женины Монрок. Монрок посаженный. Так, ещё Литл Рейс посадила. А здесь японский клематис. Вот такой вот интересный японский клематис. Вот такой зелёный. Он ещё не полностью распустился. Должен быть с белёсыми такими цветами. А вот это вот поднимается Супернова клематис. Очень интересный. Он такой, как клематис с княжиком. Ну, интересное сочетание. Так, что я здесь хотела показать. Здесь хотела показать, что крупнолистные гортензии, как обычно, половину есть, а половину нет. И вот кто знает, что это такое, да? Это высаженный никоблю из прошлого года. И вот, что значит старый сорт. Уже с соцветиями. Обрезан никоблю. Очень коротко. Очень коротко обрезан. Я ещё весной показывала. И всё равно есть соцветия. Вот такие соцветия. Это не верхушечные почки. Это у корня были почки. Вот. Ну, так. Что-то лучше отходит, что-то хуже. Это Форевоэва Ред. Вот так вот и хорошо отходит. Вообще, мне очень нравится Форевоэва Ред за свою такую стойкость. И пойбей у него сразу. Вот выходит он такой плотненький. А это... Эдли Саммер. Зе Брайт. И что я хочу сказать. Вон они там соцветия. Вон они такие кругленькие, интересненькие соцветия. Вот такие вот кустики. Так. Идём дальше. Здесь у меня высажены новички. Новички. Даже здесь я уже высадила. Тоже заняла клумбу. Карликовыми метельчатыми гортензиями. Также у меня здесь клематисы классные. Уже вот так поднялись. При том, при всём, что они коротко обрезаны. И они поднялись. Судить их строго не стоит. Потому что они молоденькие. Им всего лишь два года. А они вот так классно выглядят. Вот там вот белый. Белый красивый цветок с коричневыми тычинками. Очень ярко смотрится. Здесь на углу тоже начинает разрастаться. А тут у меня чудо. О, чудо! Вот такие цветки кайзера. Вот такие красивые. Вот такие красивые. Красота. Они уже начинают. Нет, нет цвета. Это ещё распускаются и распускаются. Очень красивые. Так, идём дальше. Здесь. Здесь, здесь, здесь. О, увидела. Здесь у нас, что, метельчатые карликовые зертензии. Досадила уже новенькие. И к тому же и старенькие. Уже хорошо отходят. Вот такие. Это не плотненькие. Так, здесь у нас бирочки. Как обычно спрашивают, что за бирочки. А бирочки, это у нас привитые сорта. На яблонях, игрушках. Розочки отходят. Классно. Так, заходим за ширму. И видим. Что мы тут видим? Видим, мы тут гортензии опять. Крупнолесные. Вот они отходят. Вот так вот поднимаются. Где-то что-то подсажено. А что-то, что-то и не подсажено. Что-то растёт уже давно. Вот, конечно. Сзади, сзади, сзади есть. Такие, ну, очень интересно. Они отходят. А есть даже очень хорошо. Мне в этом смысле очень нравятся Рембрандты. Рембрандты. Парева Эва. Потом Хавария серия. И Мэджикла. Мэджикла это просто. Фавориты. Но, конечно, неадаптированные саженцы очень тяжело у нас зимуют. Очень тяжело. Без того ухода, который им предоставляют производители, у нас они очень тяжело зимуют. Так, вот мой лесосад. Да. И что мы тут видим? Тут уже цвели сиреньки. Я их даже не показывала. Никогда было. Сейчас начнут цвести дейцы. Потом вейгеллы. Тут у нас колокольчики. Карпатские, кажется. И лобчатка. Вот лобчатка. И мы, конечно, хорошо на лобчатку присели. Всю зиму пили чай. Лобчатки мы ее стрижем. И она у нас проходит в ферментацию. Вот. Ферментируем и сушим. Вот такая вот сирень разрастается. И там вот все внизу надо пообрезать. Хочу сделать ее на ноге. Ну, как дерево. Конечно, это тяжелый случай. Но надо пробовать. А то такое на ноге. Вот, чтобы они как бы высоко были. А, еще будут у меня цвести жасмины. Вот жасмины уже. Вот дня на день уже зацветут. Так, вот такие вот сиреньки. А еще хочу показать. Продолжает цвести. Продолжает цвести груша. Так. Так. Капустку мы уже высадили. Теперь здесь у меня вот еще одна, вторая грязь. Вот так вот она отошла. Достаточно хорошо поднялась. И, конечно, кусты, которые ближе к ширме, ближе к забору западному. Да. Вот, скорее всего, теплее. Да. И, ну вот, один ряд нормальный, второй как-то так не очень выглядит. Но ничего, ничего. Вот так вот интересно, как они эту зиму холодную перезимовали. Ну, как холодную, теплую, да. Вот такую вот непонятную зиму без дождя. А что хотела сказать? Вот это вот самый большой кустик. Это Вимс Ред. У меня тут еще один есть Вимс Ред. Это мне перепутали. Вместо чего-то там прислали. Так, вот что хотела сказать. В этом году хочу мульчу сделать как бы сэндвич, да. Мульчу хвойную пока в этом году не наносить, не накладывать. А будет в основном мульча из соломы и из стружки. Да, вот веточки буду дробить. И вот этим вот буду укрывать. Потому что я устала уже от хвойной этой мульчи. Сильно дает у меня, я вношу укоренитель, да, проливаю их в нашу укоренитель. И укоренитель способствует тому, что там же много фосфора для того, чтобы корневая образовывалась. Так вот, укоренитель дает такую интересную вещь. Он разлагает быстрее хвою. А она в свою очередь отдает азота много. Ну, вот я пока так это вижу. И, конечно, нужно сделать именно вот такой сэндвич-подстилку, да. Потому что от соломы такого азота не получишь. А вот от хвои, да. Поэтому надо как бы немножко чередовать. Ну, так что всем пока, пока-пока. Встретимся в новом видео.